Хей, старина! Сегодня нас ждут приключения, ты только посмотри, что я для нас приготовил! На что это похоже, как ты думаешь, а? Пока ты, короче, думаешь, я щас эпичную заставочку замочу смотреть? Лески переходи, да? Чувствую, как пуканы бомбят! Тихо-тихо-тихо-тихо! Расслабьтесь, а то геморрой ещё не на руках заработаете! В общем, рассказываю, что здесь вообще происходит! В Ламбер Тайкон 2 было обновление, и с этим обновлением появилась новая секретная локация! Естественно, в эту локацию просто так попасть нельзя, то есть пришёл вот он, я, здравствуйте, запустите меня, нифигашенький так не прокатит! Нужно подготовиться, как к настоящей экспедиции, то есть запастись четырьмя банками динамита, можно побольше, прям вообще напихать тачку динамитом, и по пути к этой секретной локации нафиг взорваться от этой кучи динамита! Хммм, хорошо дымим! Мясо есть, кое-нибудь шашлычки замутить, а? Короче, так как я прожжённый экспедитор, вообще прям до костей, рассказываю, что нужно! Нам нужно будет парочку динамита, я тут, конечно, немного перебздел и взял четыре, но я думаю, что парочки нам хватит! Взять также очень много светильников, потому что там будет темно, как в... ну вы поняли, где? И ещё нужно будет длинную-длинную палку, вот как у меня, как её сделать, я вам покажу! А также не забыть ещё скинуть свои топоры, чтобы поехать налегке! Не, на самом деле нужно топоры скинуть, чтобы их не профукать! Хмм, да, вроде бы всё взяли, так что вперёд! Ааа, не-не-не, погоди, палку-то забыл, как сделать! Хватаем топор в руки, бежим к первому попавшемуся дереву и отрубаем от него огроменный толстяный кусок! Ну, как бы не совсем толстяный, но вот такой вот нам подойдёт! Короче, тащим его к нам в переработку и... Врубаем все настройки на минимум! Короче, у меня тут вот-вот 0406! Есть, конечно, побольше разрешения, но надо поменьше разрешения! Хотя, какое уедрение-финь разрешение? 1368 на 768! У тебя какое, кстати, разрешение? А вообще, в топку, какие мониторы? Мы не об этом вообще сейчас! В общем, ставим все настройки на минимум, заряжаем туда бревно и выходит вот такая вот длиннющая колбасень! Этот колбасень для нас будет как палочка-выручалочка, это будет мостиком между провалом и обрывом! Короче, чё... ну вы поняли, да? Сейчас ваша главная задача это запомнить маршрут, так что запоминайте хорошо! Я вам даже музяк включу крутую! Ха! Испожался, да? Уже ручкой мышечку начал теребить! Чувствуешь-чувствуешь, да? Жареным запахло! Чую, пока он у кого-то подгорел! Да ладно-ладно! Чё-то меня сегодня на Петросяна пропёрло вообще капец! В общем, продолжаем наслаждаться музякой! О! Приехали! Короче, запоминайте, нам нужно приехать вот сюда! Достаем наш палку-выручалку и ставим её вот в этот угол! Проверяем надёжность конструкции! Вроде всё в порядке! Тарабаним наш принадлежности первой необходимости наверх! Ну вот мы всё и подняли! Теперь обязательно не забываем про нашу палочку, потому что она нам пригодится! Её нужно вытащить и таскать с собой на протяжении всей нашей исследовательской экскурсионной вот этой вот темнищей, короче, там как бы где мы будем ползать! Вот! ПЕСНЯ И мы преодолели с вами последнюю, третью возвышенность, так что больше карабкаться никуда не нужно! Ну, по крайней мере, пока мы не спустимся в пещеру! Кстати, к слову о пещере! Пещера здесь спрятана, и чтобы её найти, нам понадобится динамит! В общем, хватаем динамитище и тащим его вот сюда! Видите, вот здесь вот такой вот небольшой квадратик, он прям отличается, так прям выступ такой! Вот его нужно бомбануть! Расчехляем наш динамит, который к тридевятому царству разнесёт эту скалу! Куда ставить, это вообще не важно, так что ставьте куда-нибудь от балды! Я вот, допустим, поставил вот сюда в уголок! Зажигаем фитиль и шкеримся, чтобы динамит не разнёс наши конечности в разные концы света! Юху! Теперь пещера открыта! Как вы можете видеть, здесь вот такое вот небольшое квадратное отверстие, которое позволяет нам попасть внутрь! Поверьте мне на слово и моему опыту! Лезть туда сломя голову вообще бесполезняк! Особенно если у тебя нету светильника, так что бежим за светильником! А лучше всё туда скидать! Все вот эти коробочки, все светильники, динамиты, все эти палки! Всё туда скидываем и только потом туда лезем! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнали Симон! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Ну, самое первое, это... Да-да, ребята, это скелет. Но самое главное, что он мертвее всех мертвых. Для тех, кому интересно, вот карта этой пещеры. И скелет находится ориентировочно где-то здесь. Так как там больше ничего нету, перемещаемся вот сюда. Именно в этой части пещеры спрятан проход, до которого очень сложно добраться. Ну, если у тебя есть сноровка, то тебе это не составит никакого труда. Так что смотрите, как до него добраться. Я иду вот отсюда. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Ну что, господа, начинается самое интересное. Сперва нам необходимо вот здесь выставить хорошо свет, чтобы нам было видно выступ другой горы. После того, как мы хорошо выставили свет, нам необходимо взять нашу палку-выручалку и проложить ее между нашей и противоположной скалой. Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Да, ребята, это была моей ошибкой. Во-первых, я из-за взрыва динамита профукал свою палку-выручалку. Она просто разлетелась в щепки. А во-вторых, взрыв этого динамита мне по большому счету ничего не дал. Ну, был этот кусок скалы сверху. А теперь его нету. Что с ним я смог залезть туда, что без него я все равно смогу со своей палкой-выручалкой туда перебраться. Есть одно предположение, что нужно было взрывать перед скалой, а не за скалой, как это сделал я. Тогда бы скалы разложились в правильном направлении от взрыва и образовался бы мостик. Ну, это не точно, и нужно проверять. Если у вас палка, как у меня, пропала, то придется делать ресет и по-новому проделать весь этот путь, как, в принципе, сделал и я. Мы сейчас с вами находимся на скале, которую в прошлый раз взорвали. И, как мы видим, на противоположной стороне есть проход. Чтобы все получилось, нужно иметь очень длинную палку. У меня она прям в тютельку-втютельку подошла, но мне пришлось помучиться. Субтитры сделал DimaTorzok Я могу наградить тебя силой великого строителя. Ну, ты мне должен заплатить 10 миллионов 9 тысяч долларов. Тьфу, где я такие деньги-то найду? Дружище, может, ты мне в кредит одолжишь, а? В общем, как ты видишь, в этой таинственной пещере живет вот такой вот таинственный и странный человек, который может тебя наградить великой силой. А сила, которой хочет поделиться с нами этот странный человек, заключается в том, что если ты будешь обладать этой силой, твой любой чертеж будет автоматически заполняться любым количеством дерева. Даже если ты принесешь туда маленький обработанный кусочек дерева, этот чертеж все равно построится. Вот такие вот дела, ребята. Это очень классное обновление и очень классный бонус. Но где на него найти деньги, я, к сожалению, не знаю. Поэтому буду копить. Если тебе это видео было полезным, то с тебя лайк, комментарий и подписка, если ты еще не подписан. Ну а мы с вами увидимся, ну не знаю, когда, наверное, я накоплю эти 10 миллионов. Так что я ушел в подполе, ребят. Всем пока и до нового видео. Субтитры сделал DimaTorzok